Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хиван. Я вас приветствую на канале Процветок. Давайте я в сегодняшнем выпуске отвечу на вопрос, который мне очень часто задают наши подписчики, видя кое-какие фрагменты выпусков. А насколько реально вырастить томат в контейнере, не в грунте? Как вы понимаете, основным лимитирующим фактором выращивания томата в контейнере является ограниченность корневой системы и, как следствие, ограниченность питания. Поэтому первое условие успеха выращивания томата в контейнерной культуре – это обеспечение достаточного объема земли. Конечно, корневая система разных сортов является очень разной по объему. Есть сорта рослые, мощные, с огромной колоссальной корневой системой. В то же время есть сорта более компактные, маленькие. У них и надземная часть, и подземная часть корней также небольшие. Ну, разумеется, что мы же все-таки хотим выращивать томаты крупные, товарные. Вот у меня здесь, конечно, сидит огромная коллекция томатов. Но это коллекция, это исследовательская работа. Мне тут сейчас на этом этапе не так важен урожай. Мне важно определить морфологические параметры в этих томатах, а также подобрать сорта с очень высоким содержанием ликопина. О ликопине, кстати, мы на канале как-то уже говорили. Поэтому, когда мы хотим выращивать томаты, ну вот… Упс! Ой, какой томат! Во, какой томат! Сейчас я вам покажу поближе. Вот такие вот томаты, вот такие красивые томаты, крупные томаты, и чтобы их было много, для этого необходимо на каждое растение взять хотя бы 10 литров грунта. Это очень важно. Это минимальное количество грунта, которое вам необходимо взять для такого вот рода растений, вот для таких крупноплодных сортов. Пахнет вообще, вот сорвал его, руку протянул, и запах невероятно приятный. Тем они отличаются от гипермаркетовских тепличных. За это я домашние томаты и люблю. Следующее условие, которое очень важно, это пересыхание. К сожалению, в этих контейнерах объем грунта все-таки остается небольшой, и по мере роста, развития растений, корни начинают занимать практически все пространство. Листовая масса начинает очень обильно испарять влагу, и поэтому их нужно очень хорошо поливать. В противном случае им будет не хватать влаги, они будут увядать, и томатики сами потом будут очень сильно трескаться. То пересохли, то перелили, то пересохли, то перелили. Поэтому, по моему опыту, такие контейнерные культуры томатов, ну и перцев, баклажанов всего, должны заводиться только там, где есть возможность ежедневного полива. То есть, если вы на даче каждый день, пожалуйста, вы в контейнерах можете выращивать. Если же вы раз в неделю, то контейнерная культура для вас сыршая на не годится. Следующий фактор, который связан и с объемом почвы, и с пересыханием, с обеспечением влагой, это, конечно же, питание. Томат очень чувствителен к питанию. Ему необходимо много питательных веществ, и азоты, особенно в начале роста, и фосфор, и кали. Поэтому здесь очень важно с каждым поливом, буквально с каждым поливом, вносить очень разбавленные растворы удобрений. На этапе образования первой кисти, ну вот не созревания, а окончания роста плодов на первой кисти, достаточно использовать любое комплексное удобрение с достаточным содержанием азота. Это может быть любое удобрение для комнатных цветов, универсальное, или какое-то растворимое универсальное удобрение, которое вы будете разбавлять, ну по крайней мере, в 3-4 раза жиже, чем это указано на инструкции. И с каждой поливной водой его вносить впоследствии. Для того, чтобы не занитратить ваши овощи, а в контейнерной культуре занитратить овощи очень легко, в этом случае необходимо подбирать удобрения с преобладанием фосфора и калия. Такие тоже есть. Но надо помнить, что азот в период от образования плодов первой кисти до окончания вегетации растениям томата также нужен регулярно. Но использовать вы его должны исключительно в аммонийной форме. То есть сульфат аммония является, или другие аммонийные удобрения являются прекрасным источником азота для обеспечения приятного вкуса. Смотрите наши ролики по поводу нехватки питания, потому что в контейнерной культуре можно очень быстро схватить и вершинку, и схватить можно недостаток калия, вот эти некрозы по краям, и недостаток азота, и железа, и всё остальное. Обращайтесь к нашей такой видеоэнциклопедии недостатков элементов питания и смотрите, диагностируйте эти недостатки. Но, конечно, любые недостатки лучше предупредить, нежели чем потом лечить, потому что всё равно какое-то время надо на восстановление растения. И если вы вот эти три непреложных правила будете соблюдать, то есть не менее 10 литров на каждое растение объём почвы, как минимум ежедневный полив обязательно для недопущения дефицита влаги, то есть вы должны быть всё время при этих томатах, либо устраивайте капельный полив, тоже нормально. И третье условие – это регулярная подкормка. Вы вполне можете вырастить вот такие вот томатики без проблем в большом, достаточно большом количестве в контейнерной культуре. На балконе, на улице можете это сделать, где угодно, хоть на работе, на подоконнике. Но обязательно необходимо соблюдать эти условия. Конечно, гораздо проще выращивать детерминатные сорта с окончанием роста и с небольшими плодами. Как правило, это менее прихотливые сорта и менее требовательные к объёму почвы и к поливу. Ну, та же кроха, тот же сорт кроха вполне сюда подходит. Но всё-таки хочется разнообразить сорта, чтобы они были разные. И высокие тоже. Вот у меня здесь есть растения, ну вот я даже не достаю, знаете, туда вот такие высокие. Конечно, им требуется подвязка, конечно, им требуется опора, конечно, им требуется больше питания, конечно, им требуется больше ухода. Но всё-таки получить вот такие вот томатищи, ну вот и такие на самом деле тоже вполне весело. А если посадить и те, и другие, например, вот и такие, да, и такие вместе в соседних контейнерах, то вы можете получить не только замечательный эффект для питания, но ещё и прекрасную декорацию вашей комнаты или офиса, или чего-то такого ещё. Это теперь, кстати, популярно. И не забывайте. При выращивании томатов в контейнерной культуре необходимо использовать исключительно биологические средства защиты растений. Почему? Потому что если это офис, или если это квартира, или если это придомовая территория, то использовать химически синтезированные средства защиты растений крайне-крайне неблагоприятно. Но у нас очень много информации о том, что использовать от тли, что использовать от фитофторы, что использовать от кладоспореза и так далее. Ну вот у меня сейчас сентябрь месяц уже вовсю, томаты ещё плодоносят, не ещё, а вовсю плодоносят, цветут, и будут здесь у меня в этой контейнерной культуре радовать меня и своим внешним видом, и плодами очень долго. Это ещё один плюс контейнерной культуры. Почему? Потому что вы можете существенно продлить сроки плодоношения томата хоть до нового года, радуя себя, близких и коллег, свежей и здоровой, потому что применяться будут бактоген, потому что будет применяться битоксибацелин, потому что будет применяться азотовид, потому что будет применяться фосфатовид и так далее. Поэтому вся эта продукция будет очень вкусная и очень здоровая. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. Вырастить томаты в контейнере абсолютно несложно, достаточно приложить чуть-чуть больше усилий. Всего хорошего, до новых встреч!